РАПС 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 Мы проводили осенний сев, целиком полностью, удержав все технологические условия, в надежде на ожидаемые осадки. Но, к сожалению, справа-слева от нас буквально 30-40 километров, соседей выпадало по 50 миллиметров, а у нас 3-4. И как бы их было недостаточно для полноценных сверебных всходов. Буду надеяться, что в следующем году будет ситуация иначе, и мы сможем этой культурой в дальнейшем заниматься. Потому что это прекрасный предшественник для зимой пшеницы. По предшественнику рапс пшеница дает урожай на уровне, может быть, немножко меньше, чем черный пар. А рапс после себя оставляет огромное количество пожниных остатков, которые быстро, значит, хорошо переплевают и входят дальше, значит, в этот круговорот веществ в природе. Хочу сказать, что это культура масличная, которая, да, она дорога, значит, в производстве. С ней очень много нюансов, которые надо, знаете, соблюдать. Культура очень строгая в соблюдении регламента. Не прощает она, как бы, вот, наплевательского отношения. Насекомое – это страшный бич, его, оказывается, очень много у нас представителей, значит, фауны, как это, этомологии, да, можно сказать, да. Но тут же, как бы, я думаю, что у нас при симпозе производства не ограничено, как подсолнечника 15%, и доходную составляющую, значит, любого хозяйства рапс может увеличить при своевременном выпадении, значит, осенних осадков и грамотном использовании всех технологических моментов. По подсолнечнику хочу сказать, что мы закладывали свои большие, значит, опыты по подбору гибридов, которые в нашей зоне лучше всего повесевали до 34 гибридов, проводили, так сказать, своди и поля выборы. Остановились на… Хороший показатель нас давал 66-й «Пионер», но вот в 2018 году было большое поражение, мы чисто росой, мы отказались от него. В 2019-м, 2020-м у нас его не было, значит, в топе, в нашей зоне это ремогрейные гибриды, 55-42, хорошо себя очень показывают, 4 пятерки, 59-580 – это под, значит, Гранд Старк, технология Экспресс. Ярлайтинговые гибриды мы высеваем и будем высевать. Единственный момент, фитотокс на пшенице, да, очень большой, но высевая подсолнечник в ранние сроки, мы уходим от сумасшедшей жары летом и стерильности корзинки. То есть подсолнечник посеянный рано имеет все шансы зарасти, но при должном агрономическом уходе мы цветение сдвигаем немножко на более раннюю фазу и корзинка получается более выполненная, лучше опуленная. Да, я не отрицаю все обработки тамбором, микроэлементом и всем остальным, но звих посевов на раннюю фазу был такой, что мы сели в марте и семечка давала 40 центов, как бы хорошо получалось. У нас в приоритете вот средних и от поздних посевов, которые мы уже лет 5 или 6 на раннем высеваем, мы сравнивали, ну, как бы остановились на раннем посеве. Классические гибриды в нашем хозяйстве тоже высеваются, сеем их только лишь под почву, не гриблицид. Основные гибриды смеси кламазона и оксилорфена, это много там всяких разных препаратов с этим действием веществом. Ну, именно комбинат этих гибриды обходится очень недорого и прекрасно держит бич, значит, в нашей зоне-то, значит, на бронзе, хорошо очень держит, всю гибридовую основную составляющую и зваковые сорняки тоже очень, как бы, хорошо контролирует. По применению, значит, системы Евролайтинг Плюс хотел бы остановиться на таком моменте. Реально в нашем хозяйстве проводились опыты, мы сравнивали простой Мазомокс, хорошего производителя, Евролайтинг Плюс. Так вот, урожайность на Евролайтинг Плюс и простой Мазомоксе была примерно одинакова. Ну, там ошибка опыта, полцентра, это, как бы, комбайн и все остальное. На простой Евролайтинге и урожайность была чуть ниже, и фидотокс последующего посева пшеницы был намного выше. Поэтому, вот простой Мазомокс, одна компонент, но у него период защитного действия меньше, у него не такой почвенный эффект, нет такого, значит, почвенного угнетения. И ограничения по силу зерновых у него на месяц меньше, три месяца, вместо четырех, пяти месяцев, я заканчиваю. Поэтому, вот такие моменты, я хотел бы сказать, что Евролайтинг Плюс имеет право на жизнь, большой контроль заразихий, сорняков, широкий спектр. Ну, единственное, что, быть может, чуть-чуть более другие щадящие препараты и меньше нормы их носить. И более ранней фазы подсолнечника носить, применять, тогда, получается, как бы, мы помогаем подсолнечнику удержаться на ранних стадиях развития, а дальше он сам прекрасно конкурирует с сорняками. Ну, вот так вот. Есть вопросы? Принято, скажите, пожалуйста, какие даты конкретно в вашем европейском районе вы сеяли? Март. Ну, смотрите, мы на юге, на городском районе находимся. Мы сеяли обычно всегда это конец марта, начало апреля, но в прошлом году порода с нами стрелялась другую шутку. Я хочу сказать, что на пшенице были выпады, значит, 12 морозов было, колос даже в центральных посеках отмерзал, да? И подсолнечник 25 дней у нас сидел в земле и боялся зайти, да? Потом зашел, как только земля порвилась, сходы появились дружные, потому что нас не наутил. В наутиле, там, я знаю, что, как бы, там другая немножко там солома и мороз сильнее держит. Как бы так, черная земля, то есть, если прогрелась, дружный колес выскочил, но, конечно, это было не то, что мы хотели, мы не столь не знали, что будет так. Даже в ночь заморозков я смотрел, плюс 3, утро вышел, минус 12. Поэтому в прошлом году была вот такая история у нас случилась. Да, в принципе, вот конец марта, начало принято съедите, да? Да, ну, то есть, есть на очень рекомендованные, значит, нормы при посеве 10 градусов, там, 8-10, надо съедить полный кодек. Мы стараемся, как бы, вот, ну, длина, если за делки семян, там, 3-3,5 сантиметра, мы уже мы не сеем, да? А вот прогрелась, там, 6-7 градусов, начинаем севать, потому что через 2 дня уже будет 8, это оптимально, как бы, пока выехали, пока колесо спустило, дули, начали севать. Ну, понимаете, я первое утро, я тоже как-то насею. И последний вопрос, вот, к борным удобрениям, ведь какими вы работаете, в какую фазу? Борных удобрениям, значит, большой очень выбор, я бы не сказал, что какой-то, там, можно сделать выбор и сказать, что именно вот только вот это, это хорошее. Мы уже пробовали разными производителями, и Нертусы, и сухие, спидфол, значит, бор 17%. В принципе, по деньгам на контроле урожайность добавка была, прибавка от 2 до 3 центеров, реально. И по производителям я бы не сказал, что это хороший какой-то другой подход. Вопрос, просто цена, стоимость препарата и расход, норма расхода. Если сухой, то мы работали там 0,7-8 килограмма, ну, жидкий, там, расставленный, там, по процентам, да, там давали лифт, там, допустим, просто цена. А фаза какая? Фазу мы работали примерно около 8 листьев. Спасибо. И если совмещать приходилось, допустим, по монетке, да, это как бы вот уже перед цветением, стараясь обработку вором отнести как можно позже, ближе к фазе цветения, вот закладки этой монетки по солнечнику. Там обычно появлялись у нас какие-то насекомые, часто совмещаемые обработкой пиротроидами и вором, да. С невролатингом давать нельзя, невролатинг это и мазомокси, это только вода и больше никаких, ни гематиков, ни вообще ничего нельзя. Как бы, перетрог можно давать, ничего страшного. Бочко закрой. Нет, это очень большой фитотокс, это удар по растению и потом будут негативные последствия. Виктор Викторович, спасибо. Я понимаю, что Виктор Викторовича можно расспрашивать целый час и будет что услышать полезного, но у нас есть еще спикеры.